А балалайечка играет, балалайечка поет. Под русские народные песни и по традиции в котелке на огне. Именно так и должна готовиться знатная уха, уверены участники конкурса. Юлия Микешина считает себя мастером ухи. Жаль, семейные рецепты раскрывать не торопится. У меня в семье принято, что ухой занимается мужчина, то есть папа. Так что делаю по его рецепту. Я думаю, что гости будут довольны. Уха – исконно русское блюдо. Раньше так называлась любая похлебка. Со временем название закрепилось исключительно за рыбным бульоном, приготовленным без добавления круп. На площадке свои поварские навыки показали 10 команд. Рецепты приготовления у всех разные. Изюминкой своей ухи поделились и студенты Самарского техникума кулинарного искусства. Наша уха необычна тем, что в нее входят три вида лука – белый, репчатый и красный. А также три вида рыбы – это стерлядь, судак и форель. Конкурс среди предприятий городского общепита, организованный Департаментом потребительского рынка, в Самаре проводится уже третий год. И с каждым разом мастерство участников растет, ведь для творчества созданы все условия. Уха – это одно из блюд национальных русского народа. И приблизили приготовление данной пищи в максимальной природе. Все это было в едином ансамбле. Судьями по традиции стали жители Самары. Для участников организаторы подготовили благодарственные письма, а победителям вручили кубки. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.